привет всем сегодня буду клеить аквариум новый на 340 что ли литров приехал клиент и попросил склеить аквариум принципе стандартных прямоугольных размеров ну вот с определенными отверстиями вверху определенных диаметров стекла уже заказал сейчас буду выставлять буду клеить собственно хочу чертежек показать вот такой коля болях вот нас аквариум ручкой показать сверху у него будет одна стяжка вот этих вот не будет вот и заднее стекло вот с отверстиями таких вот размеров вот это уже вот отправили на завод чертежик как раз заднем стекла все остальные без отверстий поэтому просто размеры были отправлены друзья но как обычно составное то есть видите две части 1 и 2 стекло у нас двенашка специально все делается с запасом с достаточным запасом мы не юли не экономим на этих вещах поэтому у нас аквариум стоит дороже чем то есть запас никогда не будет лишним и мы это четко понимаем и мы это целенаправленно делаем вот сейчас я его здесь соединю как обычно красивенький шовчик сделала долгайку буду собирать его смотрите все друзья в некоторых роликах я не показываю этого но все стекла все без исключения я обезжириваю ацетоном все все торцы за обеззаловку это ацетон причем очень хорошо нужно обезжиривать если между герметиком и стеклом появится прослойка жира это будет очень плохо а как вы понимаете здесь получается два стекла если получается две прослойки жира и между ними силикон вообще никакого прилипать то есть два раза два раза опасность того что герметик не коснется стекла благодаря прослойкам жира с одной стороны со второй то есть здесь и вот здесь то есть обезжиривание прям вот на пять плюсов нужно проводить все там я уже обезжирю друзья я выставлю это самое сказать так если так я скажу поставил стекла сейчас выставлю его четко себе регуляр чеки и все проливать начинаю проливать его еще забыл сказать что у этого аквариума переднее лобовое стекло из осветленного стекла оптевай вот клиент так он захотел себе первое стекло переднюю чтобы рыбки значит все цвета передавали вот я чуть попозже покажу как она по цвету отличается все я приступаю проливу я выставил все все перпендикуляры выставил остается в принципе можно сказать легко дня вот это проливка сама так С другой стороны. С другой стороны. Приходится отодвигать вот эту штуку, потому что не видно, пролился шов или нет. Это можно убрать, потому что перпендикулярно выставлены. Нужно только прямую линию соблюдать вот здесь. Здесь вот прямую линию. Сейчас я здесь уберу. Вот здесь герметика. Потому что когда герметик убираешь, шпателем давишь на стекло, оно чуть-чуть выходит. И его потом снова в прямую линию надо выставить. Так, где пистолет-то? Пистолет, ты где? Вот он. Ух ты! Ух ты! Это зря. Стекло стекло. Могу съехать. Сейчас будем мерить. Мерить вообще стоит постоянно. То есть сделали шовчик. Померите. Семь раз отменил. Никто не отменял поговорку. Потому что когда засохнет, уже что-либо исправить можно будет только разбором. Разбором, зачисткой и заново собирать, выставлять. А такое было. Ну у меня лично такое было несколько раз. И это очень неприятная ситуация. Снимает кучу времени. В общем лишний раз мы что-то приложить будем. Вот. Вот я пора эту линию взял в виду. Она должна быть прямой. То есть если вот отсюда мы посмотрим, это прямая линия. Там всякие чуть-чуть. Или как-то как-нибудь. Вот не катят вообще. Если вам там говорят, что это не страшно, ведите из такой конторы. Так, я слабо еще таки вот эту. Вот. Все, теперь в одну линию лежит. Осталось ширину вот еще замерить. Не знаю, видно, а вот я вот топающий. А рулетка у меня вот она. Вот он должен быть 44 мм. А сейчас он 44,1 мм. То есть мне вот здесь нужно поджимать его. Ушел размерчик, стукнул видимо к пистолету. Пошел гулять. 41,5 мм. Ровно. Вот. 44 мм. Ровно. Ушел размерчик. Все, еще чуть-чуть позаправлю. Ушел готов. Нужно убирать. Ушел размерчик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...